Всем привет! В этом видео мы сделаем анимацию покоя для персонажа, которого мы делали в предыдущем видео, которое также советую посмотреть, прежде чем переходить к просмотру этого видео. Там мы смотрели, как мы делаем скелет. Теперь же мы приступим к созданию анимации. Анимация покоя представляет собой легкое покачивание персонажа, возможно, некоторую деформацию его одежды и имитацию дыхания. Поэтому мы в первую очередь начнем с масштабирования туловища, как раз-таки создавая ощущение вдоха-выдоха персонажа с легким покачиванием всех его элементов. Степень утрирования этой анимации нужно определять согласно стилю, в котором вы работаете. Поскольку у нас персонаж нарисован достаточно мультяшным, мы можем достаточно сильно его качать по анимации покоя, делать эту анимацию максимально заметной и утрированной, чтобы ее было видно в маленьком формате уже потом в движке в игре, когда мы это вставим все в итоговый проект. Все-таки если делать анимацию, ее должно быть видно. А поскольку персонаж у нас в маленьком формате, поэтому нам нужно движения несколько усиливать, чтобы их потом было заметно. Сейчас мы смотрим все в достаточно увеличенном виде и видим все движения достаточно отчетливо. Если мы это все уменьшим, конечно, заметность анимации уменьшается, поэтому мы утрируем. Как видите, уже в процессе анимации мы несколько подстраиваем значение весов, чтобы в самой анимации то движение, которое мы делаем, выглядело максимально привлекательно. Сразу при настройке зачастую такие микро-моменты понять бывает затруднительно, а уже когда начинаешь что-то двигать, что-то проверять, более точно и более конкретно создавая движение, тогда уже можно и подстроить веса. Создаем мы базу для анимации покоя за счет масштабирования кости туловища и покачивания костей рук, уже затем подключая какие-то дополнительные элементы к основному движению. Также тут хочется сказать о том, что есть базовое движение, есть второстепенное, и второстепенное движение несколько следует за базовым. То есть у нас в первую очередь масштабируется туловище, во вторую очередь качаются руки, так как они и по структуре скелета дочернее к телу, и по структуре анимации тоже. То есть они несколько запаздывают за основным движением, следуют за ним. То же самое происходит и с покачиванием головы. То есть мы отталкиваемся именно от нашей базы, от туловища, а уже все остальные элементы, они как на пружине работают в связке с торсом. Поскольку персонаж мультяшный, то в принципе тут можно привести аналогию с некоторой куклой, у которой все конечности крепятся как раз на пружинные суставы и несколько покачиваются при движении. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь переходим к побочным элементам, анимируем челочку. Челочка она также опаздывает, но уже за головой. То есть у нас голова движется за телом, а побочные элементы на голове движутся за головой. Соответственно запаздывание и волновое движение нужно настраивать также по иерархии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Далее мы создадим приседания персонажа. Помимо дыхания мы еще в анимацию покоя для этого утрированного мультяшного персонажа добавим еще и приседания. Но поскольку у нас почти вся нога закрыта массивными шортами, то приседания мы создадим буквально смещением просто отдельных частей персонажа вниз-вверх относительно друг друга. Поскольку буквальную анимацию колен там просто видно не будет. Просто из-за концепта. Поэтому мы просто двигаем вниз-вверх части персонажа. Не всего сразу. Если двигать всего сразу, то мы нарушим сцепление. То есть у нас не будет ощущения, что персонаж состоит из разных частей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Также здесь мы понимаем, что нам для шорт нужны отдельные косточки, чтобы двигать шорты тоже относительно других элементов. И опять же возвращаемся в настройку, просто добавляя эти кости в структуру нашего проекта. И опуская шорты, как раз и создается ощущение того, что персонаж в коленях немножко сгибается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Обязательно в самом спане проверяем, как это выглядит уже в уменьшенном формате. Не приближаемся всегда максимально под лупой. Отдаляем и смотрим. Можно также открыть окно предпросмотра и смотреть в уменьшенном формате там. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дополнительно к анимации покоя хочется добавить анимацию моргания. Это всегда добавляет жизни персонажу и естественности его движению. Поэтому для глаз мы создадим простую анимацию моргания. У нас здесь глаза сделаны просто буквально в виде точек. Поэтому мы можем сделать моргания без век, а просто смасштабировав эти самые точки. Но, конечно, если глаза более сложно нарисованы, то так уже не прокатит. И моргание, оно у нас асинхронно с основной анимацией. Оно происходит отдельно. Никак не связано с циклом основной анимации. Поэтому эта анимация у нас создается отдельной дорожкой, которую мы потом уже будем в движке также дополнительно совмещать с анимацией покоя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И на этом все. Вот такая анимация у нас получается. Персонажа можно вставлять в игру и работать с ним далее уже там. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА